Палеонтологический музей в штате Луизиана был основан в 1879 году Армандом Коваркяном. Вы спрашивали о Смеладоне. Своё название он получил из-за длинных клыков, выступающих из его рта. Он жил в Северной Америке во время ледникового периода. Встань на шухере! Ладно, только давай быстрей. Не дрейфь. Не тормози. Глянь-ка сюда. Ух ты! Я же тебе говорил. Какая громадина. И не говори. В журнале сказано, что эти ребята вымерли из-за Патагона. Сюда вход воспрещен. И, кстати, не из-за Патагона, а из-за Патагена. Бактерии. Они их убили. Целый вид. Вы тоже читали этот журнал? Да, у меня пожизненная подписка. Это ваше? Мне нравится думать, что да. Клёво. Пошли, а то будут неприятности. Пока, мистер. Да, до встречи. МИЛИЙСКОЕ МИЛИЙСКОЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Сплошные сюрпризы. КОНЕЦ 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 Оператор Виви Драгон Васильев. Автор сценария Дон Гвориско. Режиссер Тим Кокс. Так, приступим. Шахматы или шашки? Я за шахматы. Не сегодня, Гордон. Надо работать. Ты вообще спишь? По возможности избегаю. История такая большая, времени так мало. День рождения, Джек. Экзамен по вождению в час. Не забыть. О, нет. Что за спешка, док? Опаздываешь на похороны? День рождения, Джек. Регистрационная запись киномеханика 06-06-07. В попытке преодолеть ее разочарование в том, что у отца совсем пусто в голове, мы решили ускорить запуск театра звездного корабля. Выжми из него все, что можно, капитан. Хорошо, напарник. Сквирилли, достань мне ром из трюма. Он знал, что я ждала его, когда сдавала на права. Уже 2.30. Два пропущенных звонка. Новая запись. Посчитай еще тот раз, когда он забыл забрать тебя из балетной школы. Забудь это. Мне так жаль, если бы я смог что-то сделать. Недостатки моего отца, это не твоя вина. Предоставь мне кредит. Я запустил машину. Мама бы не допустила. Нет, она была лучше половины твоего отца, и без нее он чувствует себя неполноценным. Ты справишься с этим. Ну вот. Ладно, подождите. Сейчас все исправлю. Похоже, все в порядке. А я оплатил счет? Часов. Будем там к трем, и они закрываются в три. Ключи. Куда я дел ключи? Я знаю, что поднимет тебя на стол. Еще марафон сумеречной зоны? Думаю, день, когда остановилась земля. Дедуль. Да? Глянь-ка. Тысяча чертей. Тысяча чертей. Тысяча чертей. Тысяча чертей. Ты надо мной издеваешься? Да, 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 да. Очень хорошо. Что? Боже, праведный. Боже, праведный. Боже, праведный. КОНЕЦ 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 Бат, как твое свидание? Она приготовила тунца с кучей специй. Тунца? Она готовит тебе тунца? Да. Мне не слишком много сливок кофе. Как дела? Где шериф? Где-то шляется. Что? Он сказал, чтобы мы никого не впускали. Сказал, чтобы ты наблюдал за этим? Тогда почему же ты не смотришь? Так, так, так. Не надо затаптывать место преступления, док. Место преступления? Я веду формальное расследование того, что здесь произошло. Стандартная процедура, Фрэнк. Шериф, в здание попал метеор. И, судя по количеству пепла на земле, он должен быть в одно мгновение сжёг моего мамонта. То есть так, когда кидаешь кусок льда в чашку кофе, и он делает... Да, конечно. Послушайте, шериф, я должен сделать кое-какие тесты. После расследования, Фрэнк. Кто ты его стащил? 17-тонного мамонта? Да. Люди любят розыгрыши. Как тот парень со следами снежного человека? Рэй Вэллс? Точно. Да вы что? Вы понимаете, что это нонсенс? Такое чувство, что вас слепой возглавляет идиотов. Помощники, пожалуйста, проводите доброго доктора к его машине. Полегче, полегче. Стойте. Это мой музей. А это мой город. Завтра утром жду вашего отчёта. Ладно. Значит, хотите меня увидеть? Хорошо. Берегитесь. Спасибо, док. Нет проблем. Я вернусь. Завтра утром жду вашего отчёта. Я вернусь. Спасибо. 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 Это дурно пахнет. Ладно, вернемся, на чем мы остановились. Джек поймет. В конце концов, это хорошая правда. Где можно найти шерифа Мэрион Моррисон? Я спецагент Пауэрс. Это мой партнер Витейки. Мы оценим обстановку. Что в вашей юрисдикции? Земля. Думаешь, она... Тихо, я читаю по губам. Говорит, помощник шерифа выглядит сексуально. Хочет проинспектировать его. Боже, о ком она? Обо мне? Не она, он. Не смешно. Горячая штучка. Я чего-то не знаю? Нет, сэр. Не говорите им ничего. Сэр? Шериф. Нужна запись всего, что привело к этому событию. Ничего не трогать. Ясно? Как ты? Это проблема? Ладно. Другие свидетели есть? Один. Мёртвый охранник? Нет. Фрэн Кабернати. Я знаю, что опоздал, но это летеор. Он сжёг последние пять лет моей жизни. И знаешь что? Хватит обо мне. С днём рождения, милая. Как ты? Не будь таким Фрэнком, Фрэнк. Просто скажи ей правду. Моя машина. Машина сломалась, а потом отключился телефон. Бедный Гордон. Он вошёл и предложил сыграть в шахматы. Ты знаешь, на кого ты похож? Фрэнк Кабернати. На болвана. Ты говоришь, как придурок. Шестнадцатый день рождения? Фрэнк, ты плохой. Ты облажался. Ты должен быть с ней. Это особенный день. Особенный. Вуаля. Что ты думаешь об этом? Это твоя машина. Больше нет. Лату принадлежит тебе. Итак, именинница, каков вердикт? Я не могу взять твою машину. Можешь. Спасибо. С днём рождения. Милая, прости. Я знаю, как это было важно для тебя. У меня есть оправдание. И каковы мои вины пускают, Джек? Одиннадцать. И что мне делать? Перестать быть кретином. Танц, не называй меня кретином. Я знаю, каковы мои вины пускают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Джек! Ты шпионил за мной? Хотел узнать, есть ли у тебя машина? Дима Торзок Круто! Дима Торзок И ты мне обещала У нас будут неприятности Считай это подарком Подарком от белок Вот так Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Прости Думаю, что это будет круто Никто никогда не скажет, что я не могу доставить удовольствие леди Могло бы быть и лучше Если она не разбита, то не надо ее чинить Разбита? Садись там Пожалуйста Ты как? Я могу зайти? Джек? Папа! Я не могу поверить О чем ты думал? Ты дал ей свою машину Не поговорив Со мной Поговорить с тобой? Фрэнк, когда мне было говорить с тобой? Никто не может поговорить с тобой Тебя никогда нет Ты постоянно пропадаешь с головой, зарывшись в слоновью задницу В музее Я занимаюсь наукой, это важно Очень важно А твоя дочь, это не важно? Ты? Я? Я пошел искать своего ребенка Я пойду с тобой Один Ты опять Подключил телефон к одному из своих проекторов? Пора ознакомиться с жизнью, Фрэнк Ладно, я хочу, чтобы ты знал Что это твоя небольшая навязчивая идея Летающей тарелки, зеленой человечки Мешала мне всю мою жизнь Навязчивая идея? Ты так оцениваешь искренние эмоции Я рад, что ты хоть что-то чувствуешь Проклятие Куда я, черт возьми, подевал ключи? Возможно, они в машине Не уходи от ответа Папа, папа, папа Ты ведь просто этого Не понимаешь Джек, моя дочь Я хотел подарить ей машину Гибрид Гибрид? Ты уже мыслишь как следует Теперь главное, чтобы все остальное в тебе Пошло в том же направлении Знаешь, забудь Я не могу говорить с тобой Мистер Абернати? Да Фрэнк Абернати Должен быть, это я И на будущее это, конечно, не главное Но я доктор Простите, док Мы хотели бы поговорить с вами о том, что случилось в музее Вы не заметили ничего необычного Вы кто? Нам не нужно обратиться к адвокату Вы сделали что-то противозаконное? Не сегодня Это не займет много времени Я могу воспользоваться вашим телефоном? Простите Плохая спутниковая связь Такое постоянно бывает Что случилось в музее, Фрэнк? Не сейчас, пап Я поговорю с вами, но только в машине У меня сбежал ребенок Доктор Абернати, мы работаем по приказу из Белого дома Домашние дела нас не касаются А нас не касается Белый дом? У вас есть дети? Разрешите, я вас просвещу Если у вас есть мальчик, то вам следует беспокоиться только об одной заднице Если же у вас девочка, вы беспокоитесь о каждой заднице, в каждой встречной машине Вы могли бы доверять парню по имени Сквигли? Сквирили Спасибо Милый мальчик Я так не думаю Брось, хорошо? Я буду рад закончить беседу в машине Или приходите завтра Выбирайте Поехали Хорошо Фрэнк Он сказал, Фрэнк, не доверяй этим агентам На ломаной латыни Он не слабоумен? Если бы Постарайся, чтобы она не забеременела после первого свидания Хорошо, пока, папа Ди, мертвый парень похож на Гордона Может, родственник? Нет, 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 мне не нравится Это кажется, у него высосали внутренности через нос Похоже на стряпню Тавен Шериф сказал, что мы видим кое-что необычное Что бы это значило? Заткнись Эй, Бат! Смотри-ка Похоже, это сделано не топором Думаешь, не следует трогать? Конечно Как думаешь, сколько еще идти? Откуда мне знать, Бат? Я понятия не имею Ди? Что? Думаешь, там есть пауки? Ты боишься пауков? Ну так Заткнись Я думал, ты ничего не боишься Я ничего и не боюсь Ничего, кроме пауков Ничего Слышишь? Нет Но чувствую запах Черт Мои новые ботинки Поедешь сзади, Бат Сам поедешь Я за рулем Нет Я не дам тебе везти У тебя дерьмо на новых ботинках Это не дерьмо Какая разница? У тебя на голове паук Где? 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 Что это? Ты слышал? Я чувствовал Боже, это мама Я учусь Ладно, именинница, готова оторваться на нашей вечеринке? Пять, четыре, три, два, один. Мамонт умер до того, как был заморожен или после? После. Он замерз живым и впоследствии умер. Направо, направо. Мы так много могли бы узнать от него. Как они ведут себя в дикой природе? Их поведение было похоже на поведение современных слонов. Они могут напасть? Конечно, но в основном ради защиты. Нам нужно знать что-то еще? Они были травоядными. Травоядными? Травоядными. В чем дело? Вы появились у меня дома, чтобы прослушать лекцию о мамонтах? Он специалист. Правило первое. Если мы ждем от него помощи, введем в курс дела. Второе. Смотри, правило первое. Пожалуйста, можете заполнить пробел? До музея «Метеор» пролетел через базу ВВС в Форт Петри, доктор Абернати. Но это же на Миссисипи. Именно. Сначала он летел с северо-востока, но в музей прилетел с юга. Но вы же не считаете, что «Метеор» передвигается при помощи навигации? Это НЛО? Мой отец обрадуется, только намекните ему. Странно. Кто-то что-то скрывает. Телевидения нет. Телефона тоже. Кто-то играет с электросетью. Телефона 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 Гринька, отличное зрение, чувак. Принеси нам выпить. Пошли. Идиот! Что ты делаешь? Отвалите придурки. Или что? Ничтожество? Нет, нет. Джек, Джек! Брось. Эти парни просто идиоты. Хочешь, отвезу тебя домой? Туда совсем не хочется. Пошли. Ночь только начинается. Послушай, я слегка на мели, но на пару бургеров у Ли у меня хватит. Ты душка. Ты это знаешь? Душка. Что? Да, это ты. Спасибо, но я стремилась к чему-то более грандиозному. Эй, Ли. Остыньте. Все круто, парни. Ударь ему еще. Да. Что? Что это? Берегись! Видели ночь живых мертвецов? Не люблю такие фильмы. Я тоже, но это очень похоже. Стойте! Джек, что случилось? Иди сюда. Постойте, подожди. Ты что-то принимала? Что ты сделал с моей дочерью? Богом клянусь, если ты давал ей травку, я убью тебя. Мистер Абернати, вы не поверите. Папа? Да, детка, что? Я здесь. Поговори со мной. Сзади. Боже мой! Боже! Ах ты, лохматый проказник! Боже! Ладно, назад. Задний ход. Никаких резких движений. Спокойно. Хорошо, вот так. Господи, посмотрите. Нет, 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 нет. Вы не понимаете, не понимаете. Это же научный феномен. Сенсация. Тысячелетия. Уводите их. Боже! Папа! Вниз, Сквирилли, вниз. Твой отец остановился. Остановился. Мистер Абернати, бегите. Джек, Джек, где ты? Папа. Прочь отсюда. Бегите. Приятель, сюда. Господи. Господи. Копа! Папа! С poll ähnlich. Бегите. Бегите. Там... Бегите. Сквирели! Сквирели! Папа! Вы где? Не говори ни слова. Что нам делать? Возвращайтесь в машину. Но это же безумие. Безумие. Это реальный мамонт, и он очень большой. Ладно. Сюда? Фрэнк! Хорошо. Да, бежим. Вперед. Быстрее. КОНЕЦ Не будь таким пугливым. Не говори, что не почувствовала. Раньше меня это не останавливало. Давай, пока никто не вернулся. Господи, женщина! Ладно, залезайте в машину. Фрэнк, заберите тело. Что? Быстрее. Вы мне поможете? Позвольте мне сделать это. Давайте, раз, два, три. Фрэнк! Давайте. Ну, давайте еще раз. Смотри. Отвезем его в морг. У вас есть морг? Да. Владельцы похоронного бюро, друзья моего отца. Опустите ему ноги. Но это не его ноги. Отойдите. А что с головой? Оставьте ее. Вы уверены? Вы поведете. Ладно, ладно. Правда? Поехали. Леоры не меняют траектории. Оно прилетело из открытого космоса, пронзило все светом. Кто-то позвонил домой. Ладно, поплатим по счетам. С днем рождения. С днем рождения. Почему бы им просто не написать числа там, где их можно увидеть? Непонятно. С днем рождения. С днем рождения. Кто-то сломал мою антенну. Обезьяна? Обезьяна из открытого космоса. Это захват. Боже мой, это нападение. Опекайте. Мой отец тоже был таким. У меня не очень получается. Мне жаль вас, его партнер, он казался отличным парнем. Вы видели это? Регенерацию? Эта штука была лучшей из найденных останков за последние пять лет. Рентген, магнитное сканирование, радиоуглеродное исследование. Я могу даже сказать, что он ел в последний раз, но ни один экспонат никогда не вел себя подобным образом. Его подкармливали? Подкармливали, поддерживали. А мы можем его убить. Удачи. Я же заберу отца и прочь из этого городишки. Доктор Абернати, вы должны понять ситуацию. Здесь и понимать нечего. На свободе огромное чудище, и как можно быстрее нужно везать из этого города. Это не выход. Вот сколько времени у нас осталось до запуска обратного отсчета. Когда эти часы покажут ноль, если мы не найдем способ захватить или уничтожить это создание, этот город будет стерт с лица земли. Леди, вы меня пугаете. Вам следует испугаться. Зачем? Администрация считает это угрозой. У них не очень хорошие отношения с избирателями. Вы смеетесь. Похоже, что я смеюсь? Нет. Я последняя линия защиты. И мне нужна ваша помощь. Я не герой. Героев нет. Их приперли к стенке. Ладно. Если мы собираемся убить это создание, то нам нужна еще помощь. Все-таки его ключи в машине. Что ты на это скажешь? Поехали в город. Поехали. Добрый вечер. Космический патруль. Не скажете мне, что вы делаете с метеоритом? Обычное расследование, мэм. Аккуратнее с ним. Нет. Это мой партнер. Хорошо. Что я пропустил? Ни слова. Может, нам следует им сказать? Флойте. Брось, мэри. Мы сломали мозги с этой штукой. Если вам что-то известно, то лучше выкладывайте. Следуйте за нами. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Глубокая заморозка. Хотите мороженого? Угощайтесь. То, что вы попробуете, это то, что вы нюхаете, и немного формальдегида. Это юмор ученых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бог мой. Это рука? Рука покойника. Относительно. Загрузка попкорна. Подождем минутку. Удивительные. В то же время аж мурашки по коже. Она пытается нам что-то сказать? Что она говорит? Я пытаюсь понять это уже 30 лет. Мы снова будем править этой планетой. Готовьтесь к уничтожению. Я хотела бы исследовать эту руку. Это весьма противно. Спасибо. Как вам это удается? Талант. Постой-ка. Иди сюда. Это удобней. А я использую телефонный справочник. Мне кажется, история повторяется. Что бы ни было внутри этой руки, это то же, что и внутри мамонта. Заморозка его не убьет. Оно всего лишь подет в свечку. Вам давно следовало сообщить об этом? Правительство подключилось бы к исследованиям. Конечно. Мы им говорим, они предъявляют право государственной собственности. Дальше вы знаете. Наш город становится зоной 52, и мы остаемся даже без ночного горшка. Простите, мисс. А как объяснить высасывание души у зомби? Может, ему нужна органическая энергия своих жертв, чтобы поддерживать существование? Может, это спасательная миссия? Спасательная миссия? Милая, ты просто гений. Это я вынул сегодня утром из мамонта. Дайте-ка я проверю. Это какой-то навигатор, возможно, именно так Шар нашел музей. Это что, межгалактический Унстар? В общем, да. Нас отбирают? Для меня это все война миров. Надеюсь, ты говоришь об оригинале. Вообще-то я имел в виду продолжение. Одно из них, похитители тел, но этот случай ближе к мурашкам. Замечательно. Моя дочь превращается в моего отца. Это неплохо. Она могла бы быть и похожа на тебя. Ладно. Мы используем передатчик, чтобы приманить твари. А как мы заморозим тушу массой 17-18 тонн? 18 тонн. Может, диоксид углерода. Он тушит огонь, а получаемый газ охлаждает воздух, и зачастую вокруг рожка огнетушителя образуется лед. Лед. Черт, это хорошо. Да. И где взять гигантский огнетушитель? Нет, в нем нет диоксида углерода. Другие химикаты дают тот же эффект на воздухе, например, безводный аммиак. Нет, нет, нет. Слишком токсично. Нужно что-то более приемлемое. Двуокись азота. Жидкий азот? Да. Единственное место, где можно найти что-то подобное, это старая фабрика. Там были химикаты, но точно я не знаю. Да, мой старик работал там. Он знал это место, как свои пять пальцев. Прости, Флойд. Ничего личного. Все в порядке. Так чего же вы ждете? Пора с уважением отнестись к нашим предкам. Об этом я и говорю. Не получится. Если папа говорит, что это сработает, то сработает. С поимкой мы уже опоздали. Это самое лучшее с тех пор, как мы видели ручного гоблина. Холод. Это ахиллесово пита. Мы знаем, что это инопланетное существо, и теперь начинается обратный отсчет. Леди, вы меня пугаете. Мы не можем рисковать тем, что оно вырвется отсюда. Тогда поймаем его. Послушайте, я вас прошу. Что бы ни было внутри мамонта, оно должно быть изучено. Это имеет неописуемую научную ценность. Я этого не позволю. Ладно. В таком случае в этой ситуации не будет никаких мы. Не мы взвешаем. Она имеет в виду нас или их? Думаю, их. Я могу быть с вами откровенным? Вы откровенны. Я знаю. Простите. Я не шутил насчет телефонного справочника. Ты куда, пап? Мне нужно выпить. Доктор Абернати. Я вас не слышал. Фрэнк. Боже, кто-нибудь скажет ей заткнуться? Фрэнк. Фрэнк. Привет, Фрэнк. Привет, Люси. Все молочный коктейль, а вон той ничего. Время не ждет, Фрэнк. И что вы хотите? Вы всех подвергаете риску. Я подвергаю риску. Давай какое-то проясним. Я хочу, чтобы все здесь ясно представили себе динамику этой ситуации. Сценарий первый. Я помогаю вам убить Мамонта. Нам это удается, и правительство нас не взрывает. Правильно. Сценарий два. Я вам помогаю. У нас ничего не получается, и меньше, чем через пять часов, пятьдесят две минуты, город мертв ни одной живой души. Мне не нравится второй сценарий. Мне тоже. Есть еще. Сценарий три. Мы забираем мой ватсап, празднуем день рождения моей дочери, а оставшиеся шесть часов существования делаем что-нибудь важное. Аминь. Спасибо. Это было бы неправильным решением. По крайней мере, это мое решение. Если я соглашусь убить Мамонта, я хочу, чтобы моя семья была немедленно эвакуирована отсюда. Спасибо, Лича. Я не могу предложить вам это. Тогда идите к чертовой бабушке. Ладно. Последний шанс, или я пойду туда одна, и вероятность успеха будет намного меньше. Десять-пятнадцать процентов? Фрэнк. Мне нужно поговорить с дочерью. Милая, иди сюда, сядь. Послушай, я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Выслушай меня, пожалуйста. Да. Ты из-за этого сегодня опоздал? Да. Да. Прости, что я так себя вела. Нет, забудь об этом. У тебя были причины. Я не пришел к тебе, спрятался. Я знаю, что слова сейчас мало что значат, но я хочу, чтобы ты знала. Я... Я горжусь тобой. Если бы твоя мама все еще была с нами, она бы тоже гордилась тобой. А с тех пор, как она умерла, я пытаюсь защитить тебя от всего. Но после сегодняшнего я точно знаю, что у тебя сильный характер, может, даже сильнее, чем был у нее. Вот почему... Я хочу, чтобы ты взяла это в твой день рождения. Это мамина? Да. Я подарил ей это, когда мы только познакомились. Я думаю, пора тебе его носить. Это твой день рождения. Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал? Оседлай бурю. Укроти волны, убей акул. Что? Это цитата, пап. Вьетнамской Жанны Дарк. Да, конечно. Я рад, что тослал тебя в частную школу. Итак, ребята, не хотите ли помочь? Говорят, что пока не взглянешь в лицо смерти, не живешь по-настоящему. Думаю, тогда я буду жить вечно. Ладно, вылезай отсюда. Папа, что ты здесь делаешь? Это не обезьяна, а человек. Ну, да. У нас на свободе Мамонт, в которого вселился пришелец. Если мы не остановим, его правительство уничтожит город. Милая. Ладно, ладно, ты серьезно? Серьезно. Не знаю, что и делать. Что бы сделал Патрик Макни? Он бы пустил за руль Эмму Пил. Прошу. Я не понимаю этих вещей насчет Эммы Пил и Патрика Макни. Видимо, вы не смотрели Мстителей. Куда они? Не волнуйся, я знаю, куда мы едем. Расскажи мне о Мамонте. Посмотри сам. Держитесь. Что? Мы на пустыре. Что? Фрэнк, думаю, у нас проблемы. Где Джек? Стойте, что-то не так. Что? Нам надо вернуться. Ладно. Вы двое оставайтесь здесь. Углак, друзья. Спасибо. Спасибо. Держи, смотрите в оба. Мне страшно, Сквирл. Правда страшно. Даже у Эммы бывали плохие дни. Черт возьми, парню нужна новая почка. Простите. Очень вовремя. У нас тут мамонт на свободе. Нам нужно спасти мир. Все остальное потом. Спасибо, Саймон. Какого черта вы делаете? Верните бензин назад. Леди, я бросил в то окошко. Достаточно денег, чтобы наполнить две машины такого размера. Успокойтесь. Машину, машину! Нет! Уходи! Мне жаль, милая. Мне жаль. Я любила его, но никогда не говорила ему об этом. Он знал, детка, знал. Мы же не сдадимся. Хорошо? Сквирли хотел бы, чтобы мы победили. Все в порядке? Сквирли. Оседлаем бурю. Он будет смотреть на нас. Я не на сто процентов уверен, что это сработает, но как ты смотришь на то, чтобы взять немного азота с фабрики удобрений и встретиться на заводе? Ты свихнулся? Нужно быть. Что ты думаешь? Ты со мной? Ты знаешь, что делать. Держись подальше, смотри в оба. Да. Саймон на подходе. Хорошо. Потому что если эта штука не осядет на нем сразу же, нам понадобится цистерна горючего, чтобы отправить его назад в ледниковый период. Джентльмены, мэм. Славному штату Луизиана нужна ваша помощь. Тяните обратно и наверх. Тяните обратно и наверх. Ну, разжалован от шерифа до чурбана с Родео за несколько часов. И я бы не беспокоилась об этом. Вы всегда так приветливы. Сегодня у меня удачный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Боже, праведный. Оставьте Бога на воскресенье. Сегодня будем молиться Нику. Бежим! Бегите, не останавливайтесь. Тим, вы не против? У вас есть пушка и все остальное. Да, хорошая работа. Смотрите под ноги. Вон там, там, те краны там. Они управляют потоком. Если добавить к стали катализатор, можно определить процент прочности. Папа, говори по-человечески. Да, правильно. В общем, что бы ни случилось, система не остановится, пока мы не решим запечатать клетку. Ты имеешь в виду азот? Да. Это все, что у нас есть, пока не вернулся Сэймон. Он вернется. Вернется? Да, обязательно. Ладно. Нам осталось всего лишь пригласить его внутрь. Сюда, сюда. Бегите. Нам лучше поторопиться. Где ваша дочь? Скотина, давай! Следуй за вами! Ну давай же! Ну! Сэймон! Сэймон! Продолжение следует... 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 Технологии развиваются не так быстро. Я бы сказала, не раньше, чем когда Джек будет его ровесницей. Ладно. Знаете, у меня есть друзья, которые занимаются криогеном. Я позвоню им. Я дам вам немного времени. Спасибо. Не волнуйся, Джек. Он вернется. Пока он заморожен, это существо не сбежит. Нам нужно убедиться в этом. А что насчет семьи Абернати? Отдайте им слона. Палеонтологический музей близ Блэк-Вотера в штате Луизиана был основан в 1879 году Армандом Квартьяном. Там сзади вы видите полярного медведя, а это, дамы и господа, гордость нашего музея. Это тот самый мамонт, который ожил? Не стоит верить всему, что пишут в еженедельных мировых чудесах. Но да, это тот самый мамонт. Хотя они жили в ледниковом периоде, мамонты являются родственниками современных слонов. Этот мамонт умер в подростковом возрасте. Можете сказать, почему у него не очень длинная шерсть? У вас есть вопросы? Стоп, стоп, стоп. Какой идиот убрал фазовращатель от каскадера? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok